Так, ну, сейчас мы с вами на реальном Хэллоуине. Это кладбище Пуглиноу. Кстати, совсем недавно вот эта статуя была такой, знаете, чёрной. Почистили, очевидно. Как она из-за кустов выглядывает жутко. Довольно жуткие виды, согласитесь. Хотя она не какое-то страшилище изображает. Здесь на кладбище много людей, которые приводят в порядок могилы своих родственников. Но связано это не с Хэллоуином, а с тем, что завтра День Всех Святых. Католический праздник, канун которого, как раз 31 октября, принято приводить могилы родственников в порядок. Вот это место, где мы с вами находимся. Тут, как можно сказать, место, где есть цыганские могилы. Они выделяются. Вот так они выглядят монументально, скажем так. Вот там такое захоронение есть. Видите? А вот здесь достопримечательность местного кладбища, поцелуи смерти. Молодой парень умирает в объятиях смерти, которая вцепилась в него и не отпускает. Памятник на могиле. А вот вон птицы живые, гуси летят. Видите, какой венок принесли. Родственники. Ну, может, не только родственники. Тут целый склеп. Там похоронен. Прочитать нельзя, потому что это под венком. Это на плите написано. У некоторых сохранений тут такой вид, ну, вполне ухоженный. А у некоторых заброшенный. Даже несмотря на их явную такую дороговизну. Вот здесь более такие старинные захоронения. Поэтому людей здесь не наблюдается так особо. Вот там только принесли свежие цветы. Вот смотрите, какой огромный куст хризантемы вырос. Когда-то посадили, очевидно. И вот он так вырос сильно. Аж все вот тут плиты затмел. Ну, значит, родственники сюда не приходят. Наверное. Если памятник будет представлять из себя историческую ценность, конечно, за ним будут городские власти ухаживать. Допустим. Но, допустим, если вот в таких нишах или даже вот таких могилах, ну, неважно, там есть захоронение или нет, если родственники не приходят, не оплачивают вот эту нишу или вот такое захоронение, могила заброшена, допустим, никого в живых не осталось или уехали куда-то в другую страну и больше не возвращаются, то тогда эту нишу продадут и другие захоронения там уже будут. Вот видите, тоже такой же венок каталонский с таким в цветах каталонского флага. Ну, тут смотрите, как интересно похоронены алькальд де Барселоны и президент депута всего провинца. Это мэр Барселоны и президент парламента провинции депутата. О, это значит, вот и его, тут верхние его годы жизни, этого Сальвадора, потом Глория. Это она ему кто? Ну, наверное, наверное... Наверное, дочь, наверное, скорее. И там что-то они с годами жизни напутали. 1945-1945 и родилась и умерла. Ну, может быть, может быть. Тогда не дочь. Или с годами жизни что-то не то. Вот, видите, тоже годы жизни. О, Мария прожила аж 100 лет почти, посмотрите. 95 лет. Угу, понятно. Ну, нет, нет. Но... И я идем на амбурон весь весce. Вот, но давайте снимем тейн. так можно было отбroleistas. Какой амбук?